Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А вообще бюрократия в нашем городе, если можете ее оценить? Бюрократия распространена везде, но на данный момент все бесплатно, без всяких взяток, ничего не придает А вот что бы вы, может, хотели улучшить? Может, электронные какие-то ввести услуги, оформление через интернет? Вам это удобнее было? Вообще, оформление через интернет, оно, конечно, очень удобно, как, допустим, в приватбанке билеты и все остальное То электроника есть электроника, интернет сейчас и ноутбуки есть в каждом доме, поэтому это, конечно, было бы удобно, чтобы не стоять в очередях и все остальное Пожалуйста, за два дня, как бы, прописка, выпуска, все оформляется, без проблем Очередей нет, график работы соблюдается, то есть все вопросы, консультации здесь не стоят Ну, а как вообще уровень бюрократии у нас в Южном, как вы можете оценить? У нас бюрократия вообще в Южном, так как я работаю коммунально, я могу сказать, что его нет у нас Так вот, если сравнивать с другими городами, да, потому что люди приезжают с разных, допустим, населенных, с разных регионов Хорошо налажено, слажено, все службы работают хорошо, и, допустим, вот в Минцентр, как бы люди просто еще не привыкли к работе от Минцентра Потому что, да, некоторые идут в ЖЭК, некоторые ведут там паспортистов еще, да, то есть в этом плане удобно, потому что, допустим, сейчас упростили прописку-выписку Регистрация, снятие с регистрации, вот, люди, как бы, можно единовременно оформить выписку, допустим, с города Киева и прописаться в Южном Ну, естественно, пакет документов должен быть для регистрации уже, например, в Южном Кто-то там купил жильюлю, у кого-то там спаччина какая-то, ну А вот сейчас стараются внедрить, как бы, электронные возможности оформления этих услуг Как Вы считаете, через интернет это было бы проще? Нет, это не будет проще, потому что, ну, с одной стороны, да, может быть, да, то есть я сидя дома, я почитала это Просто есть перечень услуг, перечень документов, да, потому что в каждом определенном случае, да, какие-то есть нюансы Допустим, если стандартная регистрация, да, там паспорт человек приносит, талон убытия, документы на квартиру Но есть в каждой ситуации конкретно свои, но если прописывают, допустим, да, чужого человека Потому что человек иногда приходит с паспорта, ну, не надо прописаться в Южном, не нужно прописывать Чтобы ему оформить регистрацию, да, нужен договор найма составить То есть если он прописывается к владельцу квартиры и не имеет родственных отношений к ним То есть здесь есть такие тонкости, где, прочитав, что нужно тебе для оформления документов Ну, человек не сразу, допустим, да, понимает, что ему нужно взять, какие документы там предоставить А для самих сотрудников, вот если вы работаете? Для самих сотрудников большая нагрузка, потому что мы заполняем девочкой вот админцентра, который сейчас на сегодняшний день То есть человек обращается, да, то есть пишется пакет документов, делается опись И как бы, когда уже уходят, то есть они приняли заявление, когда человек ушел То есть еще составляется очень много, очень много той работы, которую не видит посетитель И затраты на оформление любого пакета документов То ли это на паспорт, то ли это там снятие с регистрации То есть объем работы, времени, чтобы обработать один, допустим, одного гражданина То есть она еще сидит, девочки иногда здесь и до восьми вечера Домой берут по-разному, потому что очень объем работы тот, который не видим То есть для клиента упрощается? Да, для клиентов, а для работников, да, то есть если, ну, допустим, за день они принимают, да, там, допустим, до 30 оснований такое даже бывает это, да И они там, у них свои сроки, потому что, приняв документы, они несут в миграционную службу, уж это надо работать, да И, конечно, бывает, что, да, если есть какие-то нюансы, где-то кто-то не согласен, когда человек приходит, вот, ну, написал заявление, все, и на одну минуту, там, и так, вы, видите, на фотографии Какого не бывает, поэтому все равно, этот объем работы слишком большой, трудоемкий, плохо, или потом вот этой уже документации, которую они должны уже сдать Все медленно делается, я не знаю, почему, с чем это связано, но, нет, честно говоря, не очень довольны нашим обслуживанием А сколько времени у вас заняла, вот, допустим, услуга, вот, за которой вы пришли, я не знаю, что вы имеете в виду по времени? По времени, да, и какие документы, может, с вас требовали? Ну, сейчас, честно говоря, вот данный момент я как-то быстро решила вопрос, потому что я его начал еще с прошлого года, и не после денег, я пришла, и очень, вот, не был касающийся на его вопрос А так, честно говоря, в общем, если сказать, будем, что он очень плохо услуживает Потому что, куда не обращаешься, всегда, как бы, возникают какие-то вопросы дополнительные, надо справки дополнительные какие-то еще И один вот случай у меня был по поводу нашего энергосбита Я обратилась с заявлением сначала к нашему ушествову Тоже ждала ответ немножко долго Потом я обратилась, хотела к Навацкому, Навацкий был в отпуске, обратилась к его заму И то же самое, ну, вопрос-то решился, но только решился уже через, буквально через два месяца То есть, с самого большого времени? Этот процесс затянулся, да У меня вопрос возник по электросетям Получается, что у меня счетчик мотал три раза больше И вот, начиная с мая месяца, вот только буквально на прошлой неделе этот вопрос решился Понимаете? Вот бюрократия как была, так и осталась, ничего не поменялось И никаких изменений, как мы, как эти жители города Южного не почувствовали Самое большое время это ответы от чиновников, да? Получается, затягивание Да, получается, вот это все затягивание Как было, вот это все, так и осталось Друг на друга скидывали, скидывали Я к одному ходила, к другому я извиняюсь, конечно Заявление в одно писала, в другое писала, писала наша облэнергосбит Они, конечно, быстро на это отреагировали Но у нас в Южном Я дождалась только вот неделю назад, когда уже сама позвонила и сказала, что я тогда буду обращаться в область Потому что ни ответа нету, ни решения вопроса нет А как вы думаете, как это можно улучшить? Что можно было бы для этого сделать? Я думаю, что все-таки надо менять все Надо в основном вспыхиваться, мне кажется, в данной ситуации и ставить больше молодежи Они более перспективные, у них более развитые, более как-то и мышление другое Надо все менять Это проблема в ответственности этих людей или это система сама, ну, как бы, нерабочая? Мне кажется, это система нерабочая Может быть, я не права, это мое мнение Но я думаю, что эта система у нас нерабочая А в админцентр не обращались вообще? Были у вас такие случаи, когда приходилось обращаться в административный центр? Как типа система единого окна, подачи документов различных Не было мне такого вопроса, я не обращалась туда, не могу ничего сказать по поводу админцентра Но мне кажется, что это лучший вариант, чем то, что сейчас у нас есть на данный момент А с субсидиями не сталкивались? Нет, с этим вопросом не сталкивались Потому что там, видите как, они вроде бы говорят одно, а на самом деле люди сталкиваются с проблемами Так говорят люди, но я не знаю, я с этим не сталкивалась, не знаю, не могу вам сказать ответ А вот как услуги через, допустим, если оформление через интернет Как вы считаете, это перспективно, это имеет? Я думаю, что да, это намного проще и намного лучше Хотя мы в таком возрасте, что мы, может быть, немножко далеки от этого Как бы, тем более пенсионеры, тем более далеки от этого Но я считаю, что это меньше будет коррупции, меньше будет вот этой бюрократии И люди смогут на местах, не выходя из квартиры, решить свои проблемы Больше, чтобы быстрее получается, когда бегаешь сам И тогда уже всю структуру сам узнаешь Куда, когда документы идут Ну, много времени? Ну, естественно, много Везде очереди, везде надо свои вопросы решать Большинство, у каждого штатные вопросы Ну, сколько, примерно, хотя бы один вопрос у вас какой-то сможет задать? Ну, бывает дней-два, может, неделю за день Потому что, как бы, не ты же один обращаешься Приходится с работы отпрашивать? Ну, естественно, в свое личное время тратить В свое личное время тратить, в свои вопросы решать В свое личное время тратить Не всегда получается Да, если бы был бы человек свободный И, получается, чисто занимался в связи с вопросами тогда, да А так и не надо Ну, да Они же приемные дни, когда и рабочие дни? Ну, обычно вторник-четверг Приемный день Для граждан А остальные, они занимаются тоже своей работой Готовкой работы Ну, а как вы считаете, что можно улучшить в этой системе? Ну, может быть, в использовании интернета упростила эта задача? Нет Почему? Более ясность вопросов упростила Обычно посылают иди туда, не зная куда, не зная зачем Если бы конкретно было И много связано с станцией между собой То есть, конкретный инструктаж, четкий алгоритм, да? Четкий алгоритм, да? Да Потому что, когда обращаешься, человеку объясняет одно Потом приходишь в другую инстанцию Или говорят, вернитесь обратно, надо еще где-то где-то документы Объятные Ну, получается, круг Туда-сюда Шаг вперед, два шага назад Продолжение следует... Идеаль